Поскольку уже все свои новые смартфоны LG показали, на выставке IFA они сосредоточились на OLED телевизорах и на бытовой технике. Не так давно у нас на канале был обзор OLED телевизора от LG, в котором я немножко расстраивалась, что там не 4К разрешение. И вот на IFA LG показали Ultra HD, OLED телевизоры, да и не просто, а еще и с поддержкой HDR. В чем суть HDR? Думаю многие сталкивались с ним в своих смартфонах. HDR позволяет делать снимки с большим динамическим диапазоном. Вот в телевизорах все приблизительно также. С HDR изображение приобретает дополнительные полутона. Появляются все 50 оттенков серого. В живую выглядит круто, особенно при прямом сравнении. Единственное, что контент тоже должен быть в HDR. Но кроме привычного Blu-Ray его можно передавать как по цифровому, так и по спутниковому тюнеру. Правда, непонятно, что случится раньше в нашей стране. Введут безвизовый режим с ЕС или начнут вещать вот такой вот контент. Для того, чтобы продемонстрировать основные преимущества OLED технологии, такие, как бесконечный черный, насыщенные цвета и широкие углы обзора, телевизоры представлены в такой темной комнате, где с первым взглядом может показаться, что это просто висит картина на стене. Собственно, модели 65 или 55 и F9500 прямые, а 65 и G9600, 65 и C9700 и 55 и G9100 гнутые. Дизайн новинок схож с флагонским LED LG 65UF950V, на который мы недавно делали обзор. Все те же тонкие металлические рамки, подставка аудиториум, направляющая звук от 4 динамиков Хармон Карден, установленных в некоторых моделях прямо на зрителя. Осознав, что гнутость может не только радовать, но и отпугивать клиентов, LG наконец-то выпустили OLED телевизоры для всех, для тех, кто любит покривее и для меня. Я люблю прямые. Кроме всего прочего, это еще и самые тонкие телевизоры на рынке всего 4,8 мм. Как им это удалось, можно увидеть сзади меня. Здесь показано, из чего состоит LED телевизор, а здесь OLED. OLED wins. Во всех новых телевизорах, естественно, установлена операционная система VBS 2.0, но не забыли и про обладатели предыдущих моделей. 26 сентября выйдет обновление для VBS 1.0, которое добавит некоторые функции из второй версии, и улучшит скорость работы. Несмотря на то, что LG явно видит свое будущее с OLED технологией, они не забыли и про LED и представили на IFE линейку Super UHD телевизоров, в которых цветовой охват практически равен OLED-овскому. Картинка на таких телевизорах действительно выглядит существенно более насыщенно. Нечто подобное можно увидеть в последнем флагматском смартфоне LG G4. Только там насыщенных цветов настроить нельзя, а тут вот, пожалуйста. А теперь рубрика очевидная и невероятная. 8К Super UHD телевизор 98 дюймов. Рассмотри каждый прыщ. Ну, собственно, а что еще остается? Подобный контент появится еще не скоро. Сейчас даже тестового нет. На стенде крутились фотографии с увеличением некоторых участков, чтобы заценить количество деталей. Оно, конечно, впечатляет. Так что 8К. До встречи в 50 дюймах лет через 6-7.